Плохое оружие бывает у всех и даже у американцев. Свой бронетранспортер «Страйкер» американские военные в Ираке назвали настоящим проклятием. Солдаты просто отказывались воевать на этой машине. И это несмотря на то, что в армии США она появилась сравнительно недавно, всего лишь два года назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создатели называют «Страйкер» истребителем танков. Правда, военные всего мира не спешат приобретать эту чудо-машину. Ведь минусов у нее намного больше, чем плюсов. М-11-28 – это модификация американского бронетранспортера «Страйкер М-11-26». Он появился в 2003 году и предназначался для участия в локальных конфликтах. Машина могла перевозить 9 десантников. Относительно мощное бронирование позволяло защитить экипаж и солдат от огня и стрелкового оружия калибром до 14,5 мм с бортов и кормы. А лобовая часть выдерживала попадание 30-мм снаряда на дистанциях свыше 500 метров. Пулестойкие шины имели систему централизованной подкачки. Из вооружения БТР оснащался двумя пулеметами. Можно поставить 12,7-мм пулемет, можно поставить 7,62-мм пулемет, можно даже поставить 5,56-мм пулемет, либо можно ставить 40-мм гранатомет МК-19. То есть различные там есть переходники, которые обеспечивают установку того или иного оружия на вот этот боевой модуль. Первые же партии новых машин отправили в Ирак в 2003 году. Но реальные военные действия показали, что бронетранспортеры совершенно не приспособлены для тех целей, которые перед ними ставились. Вод страйкеров обернулся настоящей катастрофой. Оказалось, что БТР совершенно беззащитен перед современными бронебойными ракетами. Иракские боевики использовали против американских солдат и еще советские реактивные гранаты от РПГ-29. Боевая часть этого боеприпаса тандемная и оснащена двумя зарядами. Первый пробивает броню, а второй уничтожает все внутри машины. Однако, по словам военных, это не единственная проблема, с которой сталкиваются американские пехотинцы. Очень много нареканий на эту машину, и много технических неполадок ведет, в частности, по ходовой части, по трансмиссии. Да, и вот во время демонстрации на выставке в Париже машина стояла, под ней стоял тазик, куда стекало масло, технические жидкости. Главным достоинством страйкера военные назвали лишь относительный комфорт при езде по пересеченной местности. А вот недостатков было намного больше. Масса претензий вызвала вооружение. Из пулеметов и гранатометов, которые устанавливались на крышу, невозможно было стрелять в условиях плохой видимости. Чёрно-белый экран управления огнём не позволял различать цвета машин, а этот фактор является очень важным во время полицейских операций. Чёрно-белый экран, монитор, на который выдается вся информация от тепловизора и из телевизионной камеры, то есть экран, я говорю, чёрно-белый, очень затруднена идентификация целей, и были случаи, что часто вели огонь по своим. Эксперты предлагали больше не возвращаться к страйкеру, но Пентагон всё-таки решил модернизировать машину, которая так плохо зарекомендовала себя в боевых действиях. Первым делом заменили вооружение. Конструкторы создали боевой модуль, оснащённый полностью автоматизированной башней. В ней установлена 105-миллиметровая пушка. Но современные эксперты отмечают, что это орудие малоэффективно против бункеров и других укреплений противника и создаёт дополнительные неудобства экипажа. Введение огня, скажем так, из этого орудия возможно вдоль оси, потому что при повороте под 90 градусов огонь, в общем-то, из этого орудия уже проблематичен и, возможно, переворачивание машины за счёт энергии откатных частей. Дополнительное бронирование у страйкера М-11-28 не предусмотрено. Конструкторы не хотели увеличивать массу машины в 18 тонн, чтобы её можно было перевозить на самолёте Си-130, который может приземляться на аэродромы низкого класса. Но габариты БТР всё равно не позволяют ему помещаться в Си-130. Это сделало бронетранспортер практически бесполезным. Например, российская самоходная артиллерийская установка 2С-25 «Спрут-СД» имеет массу 18 тонн, но при этом снабжена мощным танковым 125-мм орудием. Также имеет в полтора раза больший запас снарядов, гусеничное шасси и даже плавает. Она преодолевает водные преграды со скоростью до 10 км в час. Мало того, испытания показали, что даже при волнении моря в 3 балла бронемашина уверенно ведёт огонь по намеченным целям. Кроме того, у «Спрута» преимущество ещё огромное в том, что он может использовать комплекс управляемого вооружения, то есть это поражать танки на дальности 5 км. Бронирование «Спрута» почти такое же, как и у нового «Сталкера». Но более мощная пушка российской машины позволяет уничтожать больший спектр целей и делать это более эффективно. Правда, «Страйкер» быстрее отечественного аналога. Американская машина развивает скорость до 97 км в час, в то время как «Спрут» всего 70. Субтитры создавал DimaTorzok